Музыка Здравствуйте, уважаемые оренбушцы! Здравствуйте, братья-казаки! Казачья станица приветствует вас в выходящем 2007-м. И сегодняшняя программа начинает с подведения итогов своего полугодового существования на телеканале «Домашний». Напомню, что встречаемся мы с вами лишь с июня этого года, и уже программу отмечают на самом высоком уровне. Все, что касается тематики наших корней, нашего будущего, нашего настоящего, нашего будущего, должно быть поддержано. Поэтому я считаю, что программа абсолютно грамотно и правильно выбрана тему своего повествования. Это тема, которая волнует всех. И поэтому я уверен и надеюсь, что у этой программы будет большое будущее. Мне бы хотелось, чтобы героями программы как можно больше было людей, духом, плотью, кровью, связанных с казачеством. У нас таких очень-очень много. Главный итог работы Оренбургского казачьего общества стоит сегодня здесь, на улице Чкалова. Но будут и другие итоги. Это возведение храмов и воспитание молодежи в духе патриотизма и государственной службы казаков на благо Отечества. Проект возведения православного спортивного храмового комплекса в Оренбурге стал основной причиной приезда к нам старичной знаменитости, ведущего солиста Большого театра Владимира Матурина. Песня. Разведение духовной музыки, Мусоргский, Рассини, Струнский, Венев, Чесноков – давно оренбуржцы не слышали такого голоса, да и исполненный на таком уровне классики. Меценатство всегда было присуще россиянам. Экспонаты наших государственных музеев, картинных галерей – историческое тому подтверждение. Деньги, заработанные на концерте, пойдут на строительство храмового комплекса для детей-сирот. Замысел отца Александра грандиозен. Спорт и вера в Бога помогут воспитать ребенка личностью, где дух и плоть высоко достойны друг друга. Но храм требует денежных вложений, и построить его можно лишь всем миром. У нас народная стройка, что каждый, кто может по возможности участвовать, но, честно сказать, пока у нас очень мало средств, поэтому приходится делать фестивали, всякие благотворные концерты, подобные первые концерты, для того, чтобы можно было привлечь внимание общественности, средств массовой информации и, естественно, людей бизнеса, которые вообще могли бы в этом участвовать. Проект Оренбургского архитектора Маркина и возможность сделать еще одно благое дело для детей отозвались в душах первых помощников начавшегося строительства. Мы являемся попечителями совета по строительству храма Александра Невского, который возглавляет отец Александр. А он как раз этот концерт сегодня направлен на благотворительность этой прекрасной стройки для детей-сирот. Мы первые, как сказать, ковши земли вытащили для будущего фундамента, ну и полностью подготовили, вот, так сказать, котлован под храм. И вот всю осень как раз работали наша техника, наши люди. Концерт московского гостя. Участие в нем Оренбургского камерного хора под руководством Ольги Серебрийской и детского хора «Новые имена» – еще один призыв не оставаться равнодушными к будущему России. Мне особенно радостно, я тут целый цикл концертов провел благотворительных в разных частях Руси. Одинаково любят Моторина, одинаково горячо и одинаково находят отлик все в репертуаре, что есть. И православные песнопения с хором, и старинные романсы, как бы самый популярный вид, и русские песни. Люди соскучились, включая телевизор, вот, нам не хватает этого настоящего искусства. И это я не беру на себя, а вот вообще, как жанр, так сказать, вот, мы целиком подмяты под колесницей поп-культуры, пришедшие оттуда. Но, думаю, земля круглая, откуда она пришла, туда она все-таки уйдет. Кто чем, так сказать, всем миром, всем собором, кто копеечку, кто кирпичик, кто, так сказать, вот, слышал, что одни подарят бетонную часть плит, и другие подарят окна, что, в общем, вот, делает сердце еще теплее и нежнее, потому что, как ни о ком нам думать о молодежи, вот, все мы постареем, и за нами будет ухаживать молодежь, сколько мы сегодня вложим в эту молодежь, или они нас забьют битами и съедят, шутка, вот, или, значит, вот мы их правильно воспитаем, и у нас будет во всей стране благодать и счастливая старость для пожилых. Меценатство и найденные казачьи предки в роду у гостя не заставили долго ждать. Любопытство узнать больше о казачьей истории привели Владимира Маторина в музей городского общества «Славянская». Вот полный георгиевский банк. Вот медаль за храбрость. Былая гордость Оренбургского казачьего войска, полные георгиевские кавалерны пожилтевших фото, настоящая казачья шашка, атаманское кресло и атаманская булава вызвали у гостя восторг. Всем двойное жалование за два года вперед в полюте. Дедушка кончил гимназию. И всю жизнь распахнулся крестом, говоря, что он неграмотный. Потому что как георгиевскому кавалеру ему было разрешено учиться в Заянском заведении. Как раз дедушка первого года, вот он в 17-м году закончил. А потом гражданское, потом японское, финское. Он все время крестик ставил, не признавался. Ну что же, может быть не дед, так внук реализует возможность носить на груди казачью награду серебряный крест за помощь во всеобщем благом деле. При дарении на гайке соблюдается особый ритуал. Будущий обладатель должен испытать силу ее удара, дабы не причинять в будущем вреда другим людям. Икона Георгия Победоносца, покровителя Москвы и казачьего войска, будет напоминать гостю об Оренбурге. А казакам о незабываемой встрече на сцене Оренбургской филармонии. 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 быть. И пусть среди нас появится как можно больше неравнодушных людей к его возведению, таких, как казаки городского общества славянское и как другие меценаты, пришедшие на этот благотворительный вечер. Военно-патриотическое воспитание молодежи – одно из главных направлений в казачьем уставе. Звание кадет становится привычным в России, и казаки имеют к этому прямое отношение. В дореволюционной России звание кадета носили воспитанники военных корпусов. Сегодня его уверенно носят курсанты военно-учебных заведений и ученики кадетских классов. В тех школах России, где такие классы существуют. Обязуюсь, верно и самоотверженно служить своему отечеству, быть честным и вежим товарищам. Свято плюсти честь свою и кадетского класса. Воспитывать в себе лучшие качества. Всегда следует старому кадетскому девизу. Кадет, кадеток рук и брат, приносит, приносит, приносит. В школе номер 9 Оренбурга – это уже третье посвящение в кадеты. Здесь проходит эксперимент по востребованности военной подготовки в школах. Желающий вернуть ее в обучение есть, как среди родителей, так и среди детей. Ощущения такие, наверное, как бы радости, то, что стал кадетом, наконец, столько долго ждали этого дня. Чего он хотел, он, в принципе, добивается, но и мы вместе с ним тоже добиваемся потихоньку. Желание у него было давно уже. Он увлекается вообще военной стратегией у нас, книжки, даже игры у него есть, специальную военно-военную тематику, поэтому он и здесь. Эти мальчишки и даже девчонки мечтают о военной карьере, о погонах на плечах, о суворовских училищах, осваивают искусство сборки-разборки оружия, разнообразные стили борьбы. С завистью поглядывают они на старшеклассников 18-й школы Оренбурга, обучающихся по специальности военная разведка. И наставник, курируя обе школы, уверен в правильности того пути подростков. Воспитание, прежде всего, воспитание характера. Воспитание характера, направление здорового образа жизни, то есть привычка заниматься спортом, то есть она как бы откладывается на всю жизнь. Первый тренировок походил, понравилось, потом так и осталось, значит продолжу ходить. Продолжу заниматься, занимаюсь до сих пор, уже третий год. Сейчас получил звание сержанта, второй разряд у меня по пластье препятствий. Мне это нравится и хочу дальше учиться военным. Городское общество «Славянское» шествует над кадетами. Казаки заинтересованы в патриотическом воспитании подрастающего поколения, да и в его здоровье тоже. Летние военно-спортивные лагеря, где ежегодно отдыхают ребята, заслуга казаков и городской администрации. Слово кадетов, вы так вот вдумайтесь, наверное, казачьи дети. Так что дай бог им здоровья, дай бог всем хорошего настроения присутствующим. Ну и с праздником всех. Как бы ни сложилась судьба этих юных оренбургцев, с решением быть кадетами начнется для них отчет нового времени, навсегда связанной со смыслной любовью к отчизне, желанием ее защищать. «Очередной совет атаманов Оренбургского отдельского казачьего общества рассмотрел несколько насущных вопросов, стоящих на сегодняшний день перед казаками. Но пока в работе общества нет единства, слаженного результата не будет». Государственная регистрация и перерегистрация казачьих обществ необходимы условия для казаков в соответствии с федеральным законом о государственной службе российского казачества. По сути, уже два года назад оренбургские казаки должны были иметь на руках новые документы. Но пока лишь городское общество славянское смогло вынести хлопотливый процесс хождения по различным инстанциям и чиновищем кабинетам. Штаб доводит до сведения, что всем казачьим обществам, расположенным на территории первого отдела, необходимо зарегистрироваться в областном центре и уже в рабочем порядке решать вопросы с рабочей группой, созданной приказом атамана отдела для помощи сбора необходимых документов. Это не значит, что атаман хутора Станицы приезжает, пачку документов отдал эту рабочую группу, и за них кто-то что-то будет делать. Нет. Рабочая группа существует для того, чтобы где-то подсказать, где-то нацелить. И когда вы документы приносите сначала в эту рабочую группу или представителю рабочей группы, они проверяют, делают какие-то соответствующие указания или просто говорят, что все правильно вы оформили, и потом представитель этой рабочей группы с атаманом хутора города или Станицы идет в регистрационную службу. И там вместе, в первую очередь, атаман казачьего общества и как помощник к нему представитель рабочей группы будете доказывать, что все у вас правильно, отвечать на вопросы, которые будут задавать вам в регистрационной службе. Обществу, не регистрировавшемуся до 2002 года, предстоит собрать полный пакет документов. Государственная пошина и заверение у нотариуса потребует некоторых денежных затрат. Желательно и перевыбор атамана, чтобы с момента включения общества в реестр иметь перспективу бесперебойной работы на следующие три года. Для чего идет перерегистрация? Каждый казах, согласно этому закону, берет на себя ответственность перед государством, а не все негосударственные службы. Основное, что вы сейчас должны сделать, придя к себе на место, вы должны взять прошение от каждого казака, что он готов принести государственную службу. Будет у вас это прошение? Вопросов никаких у вас не будет. Это все там детали, мелочи. Не будет? Никто вас не будет регистрировать. Вы поняли? Нет? Ваша будет организация, коммерческая и прочее. Ну, без права, без права взять на себя государственный служб. Работа предстоит хлопотная, но выполнимая. Все у вас на руках, все расписано там. Начинайте только делать. У нас отчетно-выборный круг в следующем году. И если мы до этого не перерегистрируем отдел, я уж не говорю про футера и станицы, то, условно говоря, два раза круг надо будет проводить в году. А это физически и технически очень сложно. Для каждого хутора и станицы будет определена дата. И за эту дату оформления документов будет жесткий спрос. Заключительный вопрос, поднятый Советом Атаманов, касался якобы неправомерных действий городского общества «Славянское», пославшего в Китай журналиста для отыскания могилы Атамана Дутова. Есть органы, Министерство иностранных дел. Китай – это другое государство. И сегодня мне звонят с Министерства международных связей наши и говорят, ребята, вы хороший вопрос начинаете разрабатывать, но идете не в те двери. Это одна составляющая. Вторая составляющая, чтобы официально пойти в это направление, никто нам не отказывает, что в составе этой группы или делегации были представители Оребургского казачьего войска. Никто же не отказывает. И никто от нашей помощи не хочет отказываться. Но вот на сегодняшний день я действительно имею неудовольствие от нашего Министерства международных связей за те неуклюжие попытки, которые мы делаем, и которые вредят хорошему делу. Однако комиссия по расследованию возникшего инцидента не подтвердила факта, что Атаман общества «Славянское» превысил свои полномочия. Разрешение от войска он не получал, от Совета Атаманов войска не получал, от губернатора не получал. Но он получал благословление от внучки Атамана Дутова только на поиске Атамана, место захоронения Атамана Дутова. Как заверяет сам Атаман Бельков, он не вел, то есть его представитель не вел переговоры, а перезахоронений. То есть это прерогатива органов государственной власти и Министерства иностранных дел. То есть вопрос очень серьезный и очень осторожный. То есть тот человек, который ездил в Китай, занимался только поисками места захоронения, дабы найти хотя бы это место. И как пояснил сам Атаман Бельков, он не выступал от имени губернатора Оренбуржьего Оренбуржья и не выступал от имени Оренбуржьего казачьего войска. Он это действовал как частное лицо. То есть по просьбе внучки Атамана Дутова. Но, насколько мне известно, с точностью до 80%. То есть живы те люди, 94 года, там китайцы, которые участвовали в захоронениях, которые указывали почти на 90%, на 80% мест захоронений. То есть можно уже говорить о том, что могила найдена, но это нужны экспертизы, ДНК и прочее, прочее. Есть опасность. Есть опасность, да и очень серьезная. Вопрос, конечно же, серьезный. Однако никто и не претендовал на решение его без участия Оренбургской власти, а тем более без российского Министерства иностранных дел. Журналист Константин Артемьев лишь подтвердил факты. Вспомним его слова. Все это вполне возможно, вполне решаемо. Только решаться это должно, конечно, на уровне власти. Власти, да, не менее, чем губернаторский уровень с нашей стороны и со стороны Сензиангурского автономного района. Может быть, не следует казакам подозревать друг друга в желании отнять мифическое первенство. В таких делах его быть не может. Необходимо просто активно работать каждому, чтобы не опоздать. Ведь и могила Александра Ильича Дутова, если это действительно она, может скоро исчезнуть в результате некоторых изменений в линии российско-китайской границы. Необходимо просто вспомнить, что 10 декабря 1991 года в лесу Оренбурга на базе Неженко состоялся первый большой круг Оренбургского казачьего войска. И ему исполнилось в эти дни 16 лет. Почему-то не всем андельским обществом отмечают казаки это событие за кулинарным произведением казачки. Но все поправимо. Впереди рождественские праздники. И главное для казаков, чтобы эти праздники принесли оренбургцам побольше радости. Уважаемые оренбургцы, дорогие братья казаки и казачки. Оренбургское городское казачье общество славянское от всей души поздравляет вас с наступающим Новым годом. Прошедший год 2007 ознаменован хорошими делами нашими казачьими. Это постройка, памятник оренбургскому казачеству на улице Чкалово. В 2008 году мы также намечены много мероприятий, очень полезных, очень значимых, которые мы, конечно, с честью сделаем и завершим. Еще раз от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok